Да начнется балконная распаковка, друзья мои, по-другому никак. Вот в такой коробке приехала посылка. Здесь, смотрите, пакет. И в пакете еще, собственно, наша коробка. Смотрите, она полностью в слюде. Запаяна. Все как надо. Смотрите, все штрих-коды. Проблем со шрифтом нет. Сейчас предыстория. Увидев в Алиэкспрессе, в рекомендованных товарах 2035, я подумал, а почему бы и не посмотреть, взять себе такой майк. Потому что участились случаи, когда на самом деле покупаются 2035, 2020, контрафактные. И вот пока по ощущениям, по тактильным, никакого контрафакта замечено нет. Итак, посмотрим на все остальное, на комплект. У меня был 2035, покупал я его на Томане. Руководство пользователя, причем русский язык присутствует. Заканчивается все на таком. Слушайте, 2035 хороший микрофончик, если это оригинальный, за такую цену. То есть пока... Это вот уберу. Сейчас момент истины настанет. Пока все бьется, честно скажу, по ощущениям. Давайте вот сумку посмотрим. Я помню еще как оригинал. Есть у меня еще оригинал. Вот, пожалуйста, пластиковая вставочка. Переходничок лежит тут. А, странно запакованный паук. Ну, как бы, вроде бы, внешне скажу, что все хорошо. Но меня какое-то не оставляет ощущения. Хотя, может, я уже отвык от оригинального паука 2035. Ну, да ладно. По запаху. По запаху. Немножко, честно, китаем подванивает. Вот. И микрофон, который лежит вот так. В микрофоне пэд есть и лоукат. Ну, и низ коробки. Все. Давайте-ка посмотрим на сам микрофон. На его мембранку. Слушайте. Вот, молодцы. Делают очень хорошо. Я надеюсь, вам видна мембранка. Хотя сделана в Тайване. Вроде и тут Тайвань. Слушайте, ну, я до сих пор даже верю, не верю. Ловлю себя на мысли, что я не понимаю, ты или не ты. Али не ты. Ладно, сравню со своими фотографиями и будем слушать звук, потому что хочется поскорее его услышать. Вот я его подвесил, друзья мои, в его паук из комплекта. И мы с господином штурмовиком готовы, так сказать, принять бой. Рад всех приветствовать уже внутри кадра. И давайте обо всем по порядку. Почему я решил купить этот микрофон и проверить? Потому что один раз ко мне обратился клиент. Мы сделали с ним цепочку для его голоса. И когда я начал работать со звуком, я посмотрел его, пробил по АЧХ и обнаружил вот такой вот провал, так сказать, разделение спектра на две составляющие. Ну, грубо говоря, представьте, двухполосный микрофон вместо двухполосной акустики. Вот, такое я уже встречал. Это было с микрофоном Альктрон, тот, который союзообразный, китайский союз. И второе, это поддельное 57-58, когда мы видим разделение. Я ему написал, что, скорее всего, ты купил где-то не у официалов. И действительно, и Пэра Гай Копыта, и Иванов Иван Иванович продал ему этот микрофон через Яндекс.Маркет. И тут я решил, собственно, на этот отчаянный шаг. Я нашел, у меня были предложения, они периодически вылетают у тебя, в Инстаграме, естественно, у меня одни микрофоны с Алиэкспресса. Типа, трушный настоящий микрофон, 20-20, 20-35. И я подумал, ну что 20-20 брать? Возьму сразу 20-35. Потому что уж очень по экстремальной цене я его купил. Я, прошу прощения, я все-таки заблюрю название магазина для того, чтобы, так сказать, не подстегивать, потому что я против подделок. А мы еще пока с вами не знаем, подделка это или нет. Будем сейчас постепенно раскапывать. Вот, естественно, я взял оригинал. У меня тут есть студия, 15 минут езды, вот с такой вот хэппи-фейсиной. И будем немножко сравнивать, и будем его раскручивать, и будем писать письма сейчас с вами в аудиотехнику, в поддержку непосредственно японцам. Где японец по имени Пьер мне отвечал. Так вот, изначально давайте все-таки точки над «ю» расставим, потому что сразу же после того, как я снял распаковку, и вы ее видели на эмоциях, вот эти вот терзания мои, сейчас я уже немножко, знаете, в успокоенном состоянии нахожусь. По звуку вы слышите, это не палево, это не маленький электрит, у него внутри все в порядке. Я сразу же его раскрутил. И попросил у своих подписчиков, у кого есть оригинал 2035, скиньте, пожалуйста, внутренности. Потому что я сразу же разволновался, мне бросилось в глаза то, что в моем 2035 нет трансформатора. Вот тебе, и, как говорится, бабушка Юрия в день, первый звоночек, первая ласточка подделки. И, как оказалось, что в оригинальном 2035 также нет трансформатора. А мой любимый сайт, я надеюсь, вы тоже на него забегаете, Recording Hacks, нам рассказывает на голубом глазу, что, как и в своем предшественнике 3035, внутри 2035 должен располагаться трансформатор. Оказалось, что нет. Тут нужно вот вспомнить мое видео, сын маминой подруги, AT2035, отлично взвешенный, крутой микрофон. Я сейчас безмерно рад, что я его купил за 80 долларов, честно скажу. И даже его паук, его родной паук, хорошо работает с микрофонами Rode. Да, сюда можно впихнуть Rode. Мне кажется, что даже интереснее выглядит. Так что, друзья мои, возьмите на заметку. Если у вас есть Rode NT1A, и вам надоел его песок, и вы хотите просто микрофон поровнее. Кстати, здесь нет того самого подкраса в середине, что очень интересно. И я еще раз, знаете, такое знакомство заново с этим микрофоном, открывая его для себя. Мир, так сказать, других микрофонов AT2035. Так вот, в оригинале нет трансформатора. История такова, что когда компания выпускала 3035, в Японии он стоил дорого, и люди его не брали. И поэтому они перенесли производство, и в 2008, насколько я сейчас помню, году, начали выпускать на Тайване. А микрофон AT2020 появился в 2004-2005, и он сразу же делался в Китае. И, кстати, по наклейкам у них, у обоих тоже все в порядке. Здесь как бы Тайвань. Поэтому еще один такой вопрос. Какими серыми схемами, понятно, что Тайвань официально, это как бы один из районов Китая, вот в вечернюю смену, по видимости, выпускают эти микрофоны и отдают на Алиэкспресс. И именно на этом сайте, в этом магазинчике, есть наушники аудиотехника, есть шурики SM7B, причем две итерации. Итерации есть даже наушники, Beyerdynamic, DT770. О боже, все, я спалил этот магазин. Ну, да бог с ним, нет трансформатора. То есть я успокоился. По тем снимкам, которые мне прислали, я вдруг понимаю, что это очень близко к оригиналу, потому что схема сделана круто, все классно, никаких, вот просто не до чего доколупаться. И когда я получал первые снимки, я вдруг понял, что ну да, а почему бы и нет, все очень похоже. И тогда настало время писать письмо, я написал ребятам письмо, приложил 8 фотографий. Вот, посмотрите на коробку, потому что коробка отличается, на самом деле она отличается от предыдущей итерации. Но на коробке тут написано, что версия 2021 года. Сейчас вот я вам все свои пути и дорожки расскажу. А те микрофоны, они как бы максимум в 2019 упираются, а потом какая-то пауза. И сейчас на Томане я не могу купить, вот в данный момент, когда я снимаю это видео, а это конец января 2024 года, самый последний день января, я не могу купить AT2035 сейчас на Томане. Вот, что интересно. Штрих-коды на коробке бьются, они приводят на ebay, на официальный сайт, все нормально. А вот купить на Томане я не могу, зато я на Томане могу купить 20-50 и 20-20, пожалуйста. И вот тут я против подделок. Но, смотрите теперь, покупая на Томане, ну пускай он стоит 150 долларов, как и должен стоить, или евро. Ко мне этот микрофон приезжает, таможенные службы берут свою денежку, я плачу 40-кет. Смотрите, 150 плюс 40-кет, 190, еще я плачу пошлины, и у меня этот микрофон здесь встает, ну, грубо говоря, в 230-240 евро, вместо 80. Я против подделок. Но когда речь идет о моем кошельке, вот почему люди покупают подделки. Ах, больной вопрос. Итак, как оказалось, когда они этот микрофон переносили из Японии в Тайвань, он лишился трансформатора, я имею в виду 30-35, даунгрейд на 20-35. С 20-20 этот микрофон не имеет ничего общего, хотя и с 20-20 сделали отличный крутой звук. Правда, там есть чуть-чуть подкрас. Опять-таки, вернитесь к этому видео, 20-35, теперь вы знаете чуть больше правды. Ну, и начали мы сравнивать, когда я попросил, собственно, здесь, на студии, на соседний микрофон. Тоже его раздел, посмотрел, внутри все так же, как у моего. Тоже его раздел, посмотрел, внутри все так же, как у моего. Я вам сказал, это окрас. И сзади микрофона сертификация. Что с окрасом не так? Вы вспомните, что в оригинале, если у вас есть оригиналы и 20-20, и 20-35, есть маленькая крапинка, крошечка, да, то есть оно так покрашен, как будто бы брак заводской. Вот эти точечки. В этом микрофоне, в этой итерации, если хотите, этих точечек нет. Еще по внутренностям. Возможно, разное немножечко напыление, хотя я сейчас смотрю, это с какого угла посмотреть на мембране. А так все один к одному. Немножечко там ободок, здесь черный, здесь такой серебристый, тот, которым он касается, когда сидит в корпусе, вот этой вот юбки этой. По остальным деталям никакой разницы нет. Единственное, что на оригинале есть указание года, когда он сделан. Это первая цифра год. Вот, пожалуйста, вам вот этот 2014 года, тот, который мне прислали фотографии, 2010. И вторая цифра, это неделя. Здесь, как у завода АКГ в Китае. Так, стар, льюит, как хотите, там тоже есть цифры. Так что, друзья мои, теперь я подвешиваю его, и мы с вами погоняем лоб в лоб и послушаем эти микрофоны. Письмо, друзья мои, вы спросите меня, так что там с письмом, что тебе Пьер ответил? Пьер мне написал первое письмо, о втором я расскажу чуть попозже. И он написал, что судя по внутренностям, ну вот я сейчас краткий пересказываю, вы будете видеть письмо. Судя по плате, это оригинал. Ну и попросили меня больше так не делать. Если вы не сертифицированный сотрудник, нефиг туда лазить своими грязными руками, так сказать, потому что можете вывести микрофон из строя. И это меня ввело в ступор. Как так? Ну внутри все хорошо. Я написал второе письмо. Пьер, а что ты скажешь по поводу коробки? Ведь тут есть, ну конкретно, я вижу лажу, здесь пикселизация коробки. То есть мой глаз зацепился, я увидел пиксели и понял, что на оригинале такого быть не может. Ответь мне за коробку и за внешний вид. Что случилось с краской? Надо сказать, что про краску они в ответе ничего не написали. Но об этом чуть попозже. Абсолютно одинаковые условия. По 35 дБ. Сейчас подано на оба микрофона. Подключены они в одинаковые кабеля. Вот такой нойтрикообразный кабелечек. Каждый звукорежиссер желает знать, а есть ли разница между этими двумя микрофонами. И вы будете просто видеть цифру 1 и цифру 2. Для того, чтобы как бы вы не думали и не надумывали себе лишнего. Микрофон 1 и микрофон 2. Мы потом, чуть позже напишем, что это за микрофоны. По паукам отличий никаких нет. По сумке отличия были. Сейчас сумка в итерации, она более матовая. Чуть даже выросла в размере. Внутри все качественно. По всем вот этим дополнительным фурнитуре проблем нет. По пауку то же самое можно сказать. Единственное, что вот этот паук, который ко мне пришел вместе с вот этим микрофоном оригинальным. Этот паук был, видно, что он здесь немножко перекошен. То есть, скорее всего, его хозяин переплетал. Хотя здесь на самом деле такая трудная плетенка, что вот как в этом паучке. И надо сказать, что вот мне нравится по форме. Низ, по крайней мере, этого микрофона. Вверх он, конечно, такой, ну, на любителя, если честно. Вот. Единственное, что мне в 2035 не нравится, это его дизайн, к слову. Хотя паук намного лучше, чем в 4040. Там же вообще это резинки, это тихий ужас, как говорится. Война и немцы. Абсолютно одинаково показывает здесь по громкости результат. Ну и давайте что-нибудь типа Ой, косы-косы, вы ж мои. Под номером 1 у нас скрывался вот этот вот парень, интервент. Итак, эффект Proximity. Сейчас мы еще попробуем с вами минус 10 и обрез на 80 Гц. Это эффект Proximity под номером 1 микрофона. Это эффект Proximity микрофона под номером 2. Чтобы далеко не убегать, эффект Proximity микрофона под номером 2. Сейчас еще включу обрезы этих частот. Блин, слушайте, рекламу писать одно удовольствие. И несмотря на то, что мембранка здесь видна, она практически не заплевывается. Может быть, это свойство электриета. А это широкомембранный электриет. Есть и такое, друзья мои. Знаете, даст фору некоторым кондерам. Вот, сейчас я включу эти переключатели позиционные. Мы еще послушаем с вами. И непосредственно пойдем смотреть. И я вам расскажу, чем же закончилось мое второе письмо. А получил его буквально сегодня. Поэтому сел снимать продолжение нашего, так сказать, батла. Поехали. В 80 Гц включено обрез низких частот. Скажу, что на ухо это не особо слышно. Мне вот нравится. В 80-ка это идеальный обрез. Вот, имхо, по опыту скажу. Тут и для женщин, и для мужчин подходит. Кроме того, 80-ка, ну, нормально отсекает корпус. А мембрана здесь подвешена, ну, так скажем. Давайте так, на четверку с минусом. Могли бы и лучше подвесить. Как в тех же родах. Крупная резиновая такая подставочка. Все хорошо. И маршмеллоу сверху. Кстати, здесь есть также разница по маршмеллоу. Ну, косметическая разница. Ребята вроде подтверждают, что по внутренностям пока все окей. Вы слышите 80-ку сейчас. Обрез по 80 в двух микрофонах. Итак, это обрез по 80. Итак, это обрез по 80. Сейчас вернем нормальный обрез. И минус 10 сделаем децибел. Теперь это минус 10 децибел. Я не буду делать нормализацию. Просто оно сейчас будет намного тише. Что такое минус 10 децибел? Вы знаете. Это не на 10% опустить. Это практически в два раза тише. Ну, потому что децибелы это не линейная величина. Просто хочется посмотреть, насколько они... Ну, если вы гитары, например, будете писать, что-нибудь громкое, вам нужно будет на микрофоне выключить. А чувствительность оставить карточки прежде, напоминаю, 35. Вы просто сделаете вот это. Итак, каждый звукорежиссер желает знать, как они звучат и как они опускают громкость. Эти микрофоны. Чувствительность, надо сказать, что тут опускается, а не громкость. Каждый звукорежиссер желает знать, как же опускается чувствительность в этих майках. Ну что, теперь сравниваем лоб в лоб. Прошу заметить, что это микрофон, который сейчас подключился второй, ну, максимум третий раз к усилителю. Может, еще не раскочегарился. А этого парня нормально так. Он выступал единственным микрофоном на студии. Хотя там есть и роуды, и другие микрофоны, но почему-то хозяину студии именно этот микрофон нравился. С 2014 года. Плюс он хранился, скажем так, в подвале, не очень-то в хороших условиях. Поэтому я по опыту AT4040, а у меня был AT4040-2, и я смотрел их по ревизиям, я его продал, а потом у меня был другой AT4040, я их сравнил. Так вот, у них там разница была в 8 лет, и звучали они кардинально по-другому на верхушке. То есть очень многое зависит от того, как его эксплуатирует микрофон. Давайте смотреть АЧХ. И подводить итоги я буду в ТАК-55. Микрофон, который не нуждается в представлении, по крайней мере, если вы подписчик моего канала. Если нет, то срочно подписывайтесь и будьте в курсе. Микрофон, который в комментариях начали сравнивать. И спрашивать у меня, Сань, а брать 20-35 или ТАК-55? Оба они очень сдержанные, на высоких частотах. Вы слышите, что тут ничего не выпирает. Очень сбалансированный микрофон. Это прямо вот копия по звуку. Слепок по звуку. Видите, запирается немножко, когда в него дышишь. NT1 пятого поколения. Итак, если вы загрузите на Boosty вот это вот все, вавочное, вы можете услышать. Я сделал тест на голосе и на пении. Если можно это назвать пением, прошу прощения за не те ноты. Ну, давайте посмотрим нашу статику, друзья мои. Итак, вот этот вот мой, золотистый мой, это будет зеленый, точнее, алиэкспрессный микрофон и оригинальный белый. Вот это вот показалось, смотрите, на дикторском. То есть это я могу соотнести, вот эту погрешность, второй раз решил не перемеривать, сейчас на вокале вам покажу, на все-таки разницу в состоянии микрофоном 10 лет. У них 10 лет разница. Вот один новый, может быть, еще не раскрепощенный. Но в целом никаких провалов, никакой крамолы и никакого криминала здесь нет. Вот этот белый оригинальный, он даже оказался чуточку вот туда, видите, по верхости е. Хотя оба очень так прикольно завершаются. Вот, но все это скрадывается, как только появляется пение. Посмотрите, видите, здесь этот фактор, он уже становится ничтожно малым. Вот это вот кусочек на том, где горела сосна, горела сосна палала. Смотрите, здесь ничего крамольного нет. То есть, в принципе, это подтверждается то, что они оригиналы оба. И здесь вот можно сказать про письмо. Во втором письме мне ответили по коробке. Что вы спрашивали? Мы сказали, да, коробка на самом деле такая. Поэтому, возможно, вот то, что мы видим сейчас на разных азиатских каких-то сайтах, скорее всего, это та утечка, которая происходит. Скорее всего, скоро рынок начнет наполняться вот именно этими коробками, этими комплектующими. Вот, то есть, это оригинал просто. Он не прошел через, так сказать, официальные каналы. Его в ночную смену вынесли. Вот, не учтеночку. И слава богу, что они не сэкономили, как в других подделках, не сэкономили на всех составляющих. Вот, теперь давайте послушаем. Раз уж мы так 55 подвесили. Женский вокал. Вот именно мой Алиэкспресс на 2035 против этого парня так 55. Также пробьем по АЧХ, а потом засунем 2035 в... Давайте так, не в Стива на слейта, а имя там будет немножко подкрашено. А вот именно в L22 от УАД, от Тавсон Лаб. В эмуляцию. Ну, а пока девушку послушаем. I miss your calls for months it seems Don't realize how mean I can be Cause I can sometimes treat the people That I love like jewelry Cause I can change my mind each day I didn't mean to try you on But I still know your birthday And your mother's favorite song So I'm sorry to my unknown lover Sorry that I can't believe That anybody ever really Starts to fall in love with me Вот так у нас выглядит женский вокал. Это вы можете найти на Boosty, скачать вавочку, также подписаться. Если вы платный подписчик, вы еще получаете доступ помимо там разным плагинам к разным микрофонным техникам. Вот, к тому, чему я не показываю обычно в открытом доступе. Ну, а теперь, ну и, соответственно, ранние всяческие тесты интересные микрофонов. А теперь давайте посмотрим это, как оно выглядит все. Итак, 2035. Вот он женский вокал. Посмотрите, откуда начинается, да, от двух сотен. И, в принципе, ну, такая интересная картина. Она будет хорошо обрабатываться, что самое интересное, да. Вот так же, вангую. А теперь так 55, смотрите, где он. Вот и ответ на вопрос Сане. А надо ли брать, вот, смотрите, 55, вот эту горочку, смотрите, где 10 пик. И тут 2035. То есть, фактически, они вот именно по этой части будут отличаться. И здесь больше, чуть-чуть больше, ну, не то чтобы грязи. 45, это такое неоднозначная частота. Вот, поэтому, чтобы вывести еще на чистую воду, просто попробуем, ну, то есть, будет ли оно там подкрашивать, не подкрашивать. Я уже загрузил на дорожку Townsend Lab. И давайте просто ее послушаем. Женский вокал. Я поставлю здесь зацикленность. И давайте переключать и слушать. Так, стоп. Да, нужно отключить. 67-й. Это самая удачная, по-моему, да, вот находка. Если у вас какой-то микрофон вершит, вы можете добавить 67-й, и у вас все сгладится, вы услышите прям. Даже нос по-другому себя ведет, да, вот из новых деталей. Заметьте, что мы сейчас не делаем никаких корректировок, как должны были делать, да. Если вы не понимаете, о чем я говорю, каких корректировок, то, пожалуйста, милости просим на вот это вот видео про L22. То есть, перед этим мы как бы микрофон подготавливаем. Ну, давайте Соньку послушаем, что ли. Если вы не слышите разницу, это не значит, что ее нету. Она будет вылезать в процессе обработки. Накинули там какой-нибудь компрессорчик, и уже сразу же все, ух, будет веселее. Давайте вот так вот, и сюда добавляем сперва. Ой, видите? Коробка. Он прикольно, смотрите, на Союзе. Это я к чему, и почему я сейчас решил его попробовать в 2035, потому что это электрит. Электрит немножечко всегда подкрашенный. Так вот 2035, в отличие от так 35, в отличие от там Льюида 240, здесь меньше подкраса. Не знаю, как это японцам удалось. И давайте сейчас подведем итоги, еще, может быть, послушаем палочку. Ну, здесь вершочек сюда достается, в пушке. О, смотрите. Конкретно слышен динамический микрофон. Вот я и бы подошел бы. О, прям хорошо с 20. Ну, и 67-й, как я уже говорил. Подводя итоги. Да, действительно, микрофон 2035, который я купил на Алиэкспрессе, так уж вышло, что он сделан, ну, фактически на заводе. Просто не учтен, нет наклейки, нет даты производства. То есть не учтенка. Вот, смотрите, использовать его можно с этим делом. И я не призываю покупать, ни в коем случае покупайте на свой страх и риск подделки, либо вот так вот экспериментировать. Все-таки вы на канале с микрофоном по жизни, я должен выяснить, что же там. Сейчас копаюсь на дне реально, на дне микрофонного ценового мира. И хочу сказать, что эксперимент удался. Получится ли то же самое с 2020, не знаю. Не хотел брать 2020, 2035, видите, как бы удачно. Вот, поэтому на свой страх и риск покупаете или нет. Но смотрите, что с нами сделал азиатский рынок. Это я к чему? Что когда микрофон в 2001 году появился, а именно 3035, его делали японцы, он стоил, на секундочку, друзья мои, 350 долларов. Потом, когда они из него сделали 2035, удешевили и делали уже на Тайване, он стал стоить 250. Потом, когда он вошел в масс-рынок, он стал стоить 150-170. Вот именно на Томане он был за такую цену, без доставки пускай даже. Сейчас он мне обошелся в 83 евро. То есть, да. И я скажу, что за 83 евро это микрофон, который когда-то стоил 350. Понятно, что с долларом, что с инфляцией, но сейчас микрофоны дешевеют. И такое удачное решение, как ТАК-55. Вы видите, что сделали Роуд с своим пятым поколением, Сигночу. То есть, они максимально сейчас в цене где-то 100-150 долларов для того, чтобы войти в область звукозаписи и уже взять более-менее хороший вариант. Я вас поздравляю, потому что раньше нужно было реально заплатить 250-300 долларов. Сегодня 300-400-500-600, от 300 до 600, уже можно взять рабочую машинку, которая ничем не будет хуже, чем Косарик, Косарик 200. Но об этом мы поговорим в наших будущих выпусках. Сейчас уже и так затягиваемся. С вами был Александр Спирит, 2035, с Алиэкспресса. Брать, не брать? Думайте сами, решайте сами. Я бы взял бы еще бы второй. Куда мне их солить, что ли? Пока. Увидимся. Подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok